Всем привет! Совсем недавно в своем канале я выпустил серию роликов, посвященную обучению езде на моноколесе. И как это ни странно, но больше всего вопросов было именно по технике поворот. А раз это так, то давайте разберем, какие техники поворотов вообще говоря существуют, разберем плюсы и минусы каждой, и я расскажу о том, почему я выбрал именно ту самую технику. Поехали! И среди всего многообразия техник поворота я выделяю 8. И первое это поворот головой. Ну, как будто куда смотрю, туда и еду. И это даже скорее всего не техника, а просто психологический прием, нацеленный на людей, которые слабо дружат со своим телом. И минусов такого подхода очень и очень много. Лишь только тот факт, что юкер должен смотреть туда, куда требуется ситуация, а может быть даже и не туда, куда он его поворачивает, уже вполне должно быть достаточно, чтобы подумать и, возможно, отказаться от применения данного метода. Второе. Поворот плечами. Такое управление я тоже считаю весьма и весьма неперспективным. Все дело в том, что зависимость между скруткой в плечах и поворотом моноколеса весьма и весьма условная. И даже если правильно выстроить тело, такая техника будет слишком инерционной. И это небезопасно и неэффективно. Ведь в случае возникновения какой-то критической электронной ситуации, с момента начала поворота до момента его реализации пройдет слишком много времени. Это нам не подходит. Третье. Поворот грудной клеткой или корпусом целиком. В целом, здесь дела обстоят абсолютно так же, как в предыдущем примере. Но все же стоит выделить один случай, в котором эта техника применяется. Предположим, что вам нужно развернуться на месте. В этом случае эта техника будет фактически единственным решением, особенно если моноколесо под вами тяжелое. Но эта техника уже осваивается отдельно и совсем не подходит для тех, кто только-только обучается ездить на моноколесе. Четвертое. Поворот моноколеса стопами. Такое управление имеет самое, пожалуй, низкое время отклика. Но здесь уже в случае экстренной ситуации может возникать проблема с инерционностью самого корпуса, который может не успевать за стопами. Кроме того, такая техника так себе работает для моноколес среднего размера и совсем не работает для тяжелых моноколес. Поэтому она имеет место быть, но я считаю со своей стороны ее не особо перспективной. Пятое. Наклон моноколеса в сторону поворота. Вы просто заваливаете моноколесо, и оно само за счет округлого профиля начинает под вами поворачивать. Это в целом работающий прием, но, как говорится, есть нюансы. Он не подходит новичкам, потому что и так убивает икроножные мышцы, которые и так страдают во время обучения. Он не подходит опытным райдерам, потому что для тяжелых моноколес этот прием вообще фигово работает. Он не подходит для покрышек с прямоугольным профилем, которые часто встречаются на моторезине. И он не подходит для моноколес с серьезным гироскопическим эффектом. Ну, например, Nightbot Z10 на скорости таким методом вы просто не повернете. Ну и чтобы добить эту технику окончательно, скажу еще, что при крутом повороте на скорости, если вдруг под колесо попадает песок или сам асфальт имеет какие-то неровности, то это будет приводить к отрыву или сносу моноколеса, что в свою очередь будет приводить к выскальзыванию моноколеса и соответствующему падению. А это уже совсем небезопасно. И именно поэтому у опытных райдеров можно увидеть технику, когда они корпус наклоняют, чтобы противостоять центробежным силам, а само колесо они при этом стараются держать вертикально. И да, я еще умолчал о вероятном отключении моноколеса по углу. Хотя такое встречается в обычной практике редко и в основном встречается только на наклонных поверхностях, но такое тоже возможно и может приносить проблемы. В общем, такую технику я рекомендовать никак не могу. Шестое. Надавливание одной ногой на педаль моноколеса. В целом это лишь техника, приводящая к наклону моноколеса. Худо-бедно работает для новичков, но на практике не особо работоспособна. Помимо всех перечисленных недостатков, может приводить к стачиванию внешнего края педали, ограничивать поворот и разворот высотой педали, а также несет риски зацепиться за любой выпирающий предмет. Седьмое. Сгиб коленки. Если речь идет о внешней коленке по отношению к радиусу поворота, то тогда вес переносится на внутреннюю ногу, и в целом этот случай можно отнести к двум предыдущим. Но тут есть нюанс. Все дело в том, что сгибать можно внутреннюю коленку, а вес переносить на внешнюю ногу, и поворот осуществлять именно ей. И в этом случае и радиус поворота не будет ограничен высотой педали, и перспективы очень неплохие. И да, обязательно учтите, данный метод требует наличия шипов на педалях. Восьмое. Поворот тазом. Таз у нас непосредственно связан с коленями, а сами колени через корпус моноколеса фактически напрямую связаны со стопами. Поэтому скрутка таза приводит практически мгновенному отклику к моноколеса, а сами мышцы таза практически у любого человека достаточно сильны, чтобы поворачивать самые тяжелые моноколеса. И именно поэтому поворот тазом я считаю наиболее эффективным и перспективным при обучении, и наиболее комфортным и безопасным при поседневной езде. Поэтому сразу рекомендую накатывать именно его. И в качестве бонуса добавлю, что исходя из моего личного опыта, он самый кайфовый. И как вы видите, техник поворотов действительно большое множество. И все они имеют свои плюсы и минусы. Целью этого выпуска я ни в коем случае не стал научить вас, как делать правильно. Свои шишки вы набиваете сами, а я лишь просто поделился своим опытом. Так что не останавливайтесь на изученных техниках, а осваивайте новые, даже если они вам кажутся сложными. Вполне возможно, что в перспективе они дадут весьма неплохие результаты. Ну а на этом выпуск подходит к концу. Делитесь своим опытом в комментариях. Напишите, как вам выпуск понравился, не понравился. Может быть, какие-то техники я забыл. Напишите вообще, что думаете о том, как нужно правильно поворачивать на моноколесе. Со своей стороны я желаю вам только положительных эмоций от использования моноколеса. С вами был Анатольевич. Черного колеса! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!